Голос России Мы, как всегда, ищем актуальные темы для сегодняшнего разговора и компетентных собеседников, которые готовы обсуждать найденные темы. На этот раз тема не нуждалась в особых поисках, она на виду, она на слуху. Только что, три дня назад, 2 февраля, и мы в России, и я уверен, весь мир, как принято говорить, прогрессивное человечество, в незатасканном смысле этого слова, вспоминали и, безусловно, праздновали круглую дату 70-летия завершения Сталинградской битвы, победы Советского Союза, Советского народа. В этой битве, самой страшной и самой важной битве Великой Отечественной, разумеется, всей Второй мировой войны. Тема, безусловно, актуальна и с точки зрения нашей отечественной истории, с точки зрения мировой истории, но сейчас она получила и неожиданные измерения, неожиданный резонанс в силу развернувшихся дискуссий о том, как именовать, ну, может быть, не столько битву, сколько город, где она происходила. Не стоит ли вернуть Волгограду его историческое имя Сталинград, хотя мы знаем, что историческим именем для этого города является царицем, тем не менее идут споры вокруг названия Сталинград. И, разумеется, не столько по поводу названия города, сколько в отношении человека, который дал это имя городу, генсека, генералиссимуса Сталина. Конечно, отношение к тому, будет или не будет в будущем использоваться это историческое название, во многом содержит в себе ответы на вопрос, а как, собственно говоря, мы относимся к деятельности этого человека и его роли в нашей отечественной истории. Мы, разумеется, будем говорить и о современных аспектах этой дискуссии, но я бы, безусловно, прежде всего хотел бы обратиться к истории, к этой страшной, но, безусловно, героической истории. И мой сегодняшний компетентный собеседник студии Сергей Александрович Архангелов, генеральный директор Государственного Центрального музея современной истории России. Сергей Александрович, добрый день, спасибо, что вы с нами и с нашими слушателями в этой студии. А на Государственный Центральный музей современной истории России, в прошлом, может быть, кому-то более известный, как музей революции тех советских времен, Так вот, выбор на этот музей пал по совершенно очевидной причине. На днях 31 января, поправьте меня, если я ошибаюсь, в музее открылась выставка «Сталинград. Сражается», которая дополнила постоянную экспозицию музея, где военный раздел, раздел, посвященный Великой Отечественной войне, занимает свое достойное место, безусловно. Но вот сейчас в контексте празднования этой юбилейной даты потребовалась и отдельная выставка. Я знаю, что ее открытие вызвало широкий общественный резонанс. Поэтому, Сергей Александрович, первый вопрос к вам по поводу этой выставки. Что она из себя представляет и почему в Музее современной истории России, хотя есть много других, не менее славных и важных музеев, потребовалось развернуть такую экспозицию «Сталинград. Сражается». Спасибо. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, Константинович, за приглашение на столь высокую аудиторию, которая охватывает многие-многие страны и миллионы своих слушателей, зрителей. Тем более ответственны, конечно, мои будут ответы на ваши вопросы. Но я хочу еще сказать, что среди прочих тем, которые поднимает Государственный центральный музей современной истории России, как вы правильно отметили, бывший музей революции, а если уж говорить еще более ранний период, это Московский английский клуб, историческое место. Вот понимание необходимости раскрытия фактов исторических, событий, которые отражены в нашем музее, в его собрании, а в нашем собрании находятся более миллиона трехстах единиц хранения и около миллиона книг. Эти экспонаты сегодняшней выставки, которая называется «Сталинград сражается», несомненно, более углубленный и более внимательный подход к раскрытию темы Великой Отечественной войны. Вы правильно отметили, да, действительно, у нас и тема, как исторический, хронологический ряд в нашей экспозиции соблюден, но сегодняшний отмечаемый юбилей поставил перед нами задачу показать это сражение с человеческой точки зрения, с той точки зрения, как человек смог в этих удивительно жестких, удивительно страшных условиях и не только сдержать этот натиск, но преодолеть его и победить. Всемирное историческое значение этой битвы сегодня у многих на слуху. Но как мальчик 17 лет, Саша Поляков, будучи сам сталинградцем, ходил в разведку до тех пор, пока его не поймали фашисты, какие сведения он доставал, во что был одет генерал Ватутин знаменитый, какова была система доставки разведывательных данных, каковы были учетные документы, фотографии. Все через некие артефакты и подлинные документы, все они, я хочу отметить, собраны или сконцентрированы в нашем музее, это наши фонды, позволили нам сделать некую такую выставку через человека того времени, через военачальника того времени, через их подлинные предметы и их подлинные письма, фотографии. Также у нас представлено огромнейшее полотно во всю стену будущего эскиза, панорамы Сталинградской битвы, которая была выполнена рядом художников студии Грекова в 50-х годах. Вот этот сгусток, я бы сказал, человеческих факторов, человеческих памятников позволил, мне кажется, сделать очень интересную выставку, которая расскажет не об неких официальных каких-то достижениях этой битвы, её значений, а именно раскроет через всем доступные понятия человеческие, значение этой битвы для советского народа, для международное значение этой битвы. Сергей Александрович, я был приглашён на открытие этой экспозиции, видел её, спасибо вам большое, и меня по-хорошему тронуло то, что это взгляд не только с нашей, на тот момент советской стороны, там очень много и рассказов о том, как это выглядело с той, с противоположной стороны, и с точки зрения организации боевых действий, с точки зрения агитации пропаганды, и с точки зрения переживаний простых людей, которые были брошены в этот котёл. И это, на мой взгляд, очень правильный подход. Чем больше проходит времени, тем, на мой взгляд, мы должны больше говорить уже не о геополитике, не о том, как сошлись нации и государства, а о том, что переживали простые люди, как они проходили через эти испытания, потому что только на этом, на мой взгляд, можно воспитать нынешние поколения в неприятии нацизма, в неприятии войны, в понимании того, что для того, чтобы не происходили эти чудовищные трагедии, нужно очень-очень много работать. А вот для вас, Сергей Александрович, вы, наверное, принимали и личное участие в подготовке этой экспозиции. Вот были какие-то совершенно новые для вас факты, или какие-то новые предметы, которые вас по-особому тронули, вам открыли по-новому глаза на эту историю. Можете назвать что-то, что для вас оказалось неожиданным, несмотря на весь ваш музейный опыт? И не только музейный, собственно говоря. Вы знаете, действительно, вот вы правильно подметили героику каждого человека. Отображение этой героики, его поступков в этой выставке как раз и центральное место и занимает. И как иллюстрацию хочу рассказать одну уже историю, будучи на моей музейной памяти о работе, как директора музея. Вдруг мы получаем письмо из Франции о том, что мы увидели на вашем сайте удивительное знамя. Это знамя предлежало моему отцу, который в 47-м году, день 70-летия, значит, вождя всех народов, ему передал, направил как подарок. А на знамени написано 2-й батальон Сталинград и подпись Маки. На французском? На французском, конечно. Это французское знамя с французским вот этим журналистским колпаком, но на нем написано Сталинград.